Центр помощи детям Также в центре есть попечительский совет. Что такое попечительский совет? Это группа людей, которые могут и хотят оказывать помощь. Помощь разная, начиная от чисто финансовой спонсорской помощи и заканчивая какими-то волонтерскими движениями, то есть организация мастер-классов, поездки на каток, катание на лошадях, экскурсии на различные предприятия и так далее. То есть здесь две цели. Первая – это помощь в том, чтобы детям жилось комфортно с материальной точки зрения. Второй момент – это социализация. То есть чтобы ребята общались не только со сверстниками, общались на каких-то предприятиях, экскурсиях. Профориентация. Профориентация, да. Некое прикосновение к реальной жизни, чтобы может кто-то себе профессию выбрал в дальнейшем, да, еще что-то. То есть задача в том, чтобы ребенок не был замкнут в четырех стенах центра, а имел какое-то общение с окружающим миром, социализировался. Ну, то есть они ходят в школу? Они ходят в обычную школу с обычными детьми, да. Получается, функции центра помощи детям заключаются в том, что с ними проводится, говорят, дополнительная психологическая работа? Нет, это дети, у которых родителей по какой-то причине нет. То есть либо это действительно сироты, у которых родители, ну, там умерли, да, либо отказники, то есть от кого родители отказались, либо родители лишили родительских прав, такое бывает очень. Возможно, в тюрьму попали, возможно, просто там пьют, и за это их лишили родительских прав. То есть там есть как те, у кого родителей вообще нет, так и те, у кого родители есть, они иногда даже к ним приходят в гости. Вот. Кроме того, почему называется не детский дом, а центр помощи детям? К примеру, если какая-то семья попала в трудную ситуацию, ну, например, мать-одиночка с ребенком заболела, и нет возможности ребенка в больницу взять. Круглосуточно работает у них пункт приема, то есть можно ребенка отдать на неделю, две, там, на месяц. Временное пребывание. Временное пребывание, да, то есть там иногда бывает, ну, просто финансовая какая-то проблема большая. Кормить нечем ребенка, да, то есть можно привезти, оставить на какое-то время, потом забрать обратно. Или вот, например, был случай у нас в апреле месяце, девочка Лиза, она занимается Ушу-Саньда, там рядом с ними прямо секция, и она отобралась на чемпионат России. И нужны были просто средства для того, чтобы туда съездить, в Москву, да, там, порядка 20, там, с чем-то тысяч за билет, просто на самолет. Естественно, это не было нигде предусмотрено, да, но нашлись как бы люди, то есть там знакомая моя Наталья Василевская, причем она из Москвы, она ни разу не была в Ангарске, но она откликнулась как бы на призыв о помощи и оплатила билет. И Лиза поехала и взяла серебро на России, проведя 23 боя, то есть как бы это очень-очень здорово на самом деле. У меня есть еще один вопрос, который я держу в себе, я хочу спросить, а вот сколько детских домов в Ангарске, и сколько ребятишек нуждаются в вашей поддержке, в том, чтобы их социализировать? Смотрите, насколько я владею информацией, у нас сейчас есть вот центр помощи детям, объединенный с детдомом, там в среднем порядка 50 ребят. Почему порядка? Потому что каждый день ситуация меняется, кого-то взяли, кого-то привезли и так далее, но то есть вот в среднем около 50. Есть дом малютки возле ДК «Энергетик» в 47-м квартале, это те, кто от рождения до 3 лет. Там, насколько я знаю, количество примерно такое же, но там, конечно, их быстрее усыновляют, удочеряют, потому что маленьких берут более охотно, чем те, кто постарше. Если, тем не менее, их не усыновили, не удочерили, они как раз попадают потом в ЦПД. И есть интернат в сотом квартале, вот напротив «Триумфа бывшего». Он идет как коррекционный, то есть там, у кого проблемы со здоровьем. Там они живут, там они учатся, в отличие от ребят в ЦПД. Если не там прямо уроки, все проходят, педагоги и так далее. Количество затрудняюсь ответить, но, наверное, тоже где-то около стольки же. Почему? Примерно говорю по количеству, потому что у нас есть такая традиция, мы на 8 марта едем и покупаем тюльпаны и дарим всем. То есть не только в наш ЦПД, всем девочкам, там, педагогам, но и в интернат заезжаем, ну, по всем проезжаем. Поэтому вот по количеству примерно ориентируюсь. А раньше был еще в Северном интернат, но его сейчас закрыли, детей перевели, насколько я понимаю, вот в этот коррекционный интернат, сотый квартал, и там сейчас делают спецшколу для осужденных. Уже после 18 выходит в жизнь, сталкиваются с тем, что, не знаю, просто элементарно не могут купить самостоятельно продукты, не могут заплатить коммуналку до своей квартиры и так далее. А вот еще, а в каких направлениях нужно сегодня помогать ребятишкам развиваться? Ну, даже вот в обычной жизни. Вот после того, как они уходят. Вот именно в этом направлении, я считаю, им нужно помогать. То есть планировать бюджет, элементарные навыки юридической грамотности, что нужно платить за квартиру там, за отопление и так далее. Причем сотрудники ЦПД, они на самом деле не бросают. В том плане, что они поддерживают связь со своими выпускниками. Они им всегда говорят, ребята, вопросы есть, просто совет нужен. Мало ли, у нас же есть там и юрист в штате, да? То есть вы приходите, вы обращайтесь. Другое дело, что некоторые выпускники выходят, взрослая жизнь понеслась там, порастратят. У них же у некоторых пенсии по потере кормильца, да? Им 18 исполнилось, у них там на сберкнижке неплохая сумма образовалась. Можно, допустим, взять, ну, квартиру не купишь, но, к примеру, комнату на подселении можно взять. Ну, они вместо этого зачастую там за две недели прогуляют. Ну, это от того, что просто человек был в запрете, у него все не позволяет. Конечно, здесь как бы осуждать тоже легко, но и понять можно. Но, тем не менее, вот почему и нужна социализация, да? Почему нужно понимание вообще, откуда деньги берутся, как их зарабатывать, как они тратятся вообще, чтобы знали цену деньгам. Для нас это естественно, а для них действительно, потому что они приходят в магазин и не могут спланировать, как им там тысяча, две, три, как на ближайшие дни спланировать, какие продукты купить, на что потратить, да? Поэтому они идут там, покупают пиццу за 700 рублей, съедают ее за вечер, а потом, думаю, что же дальше? Вот в этом плане, да, в этом плане и вектор, скажем так, вот министерство идет сейчас в этом же направлении, то есть на социализацию. Ну и мы стараемся, то есть вот в мастер-классах по готовке мы обязательно едем в магазин, они даются им списочек продуктов, бюджет определенный, лимитированный, они ищут там, что попроще, подешевле или так, повкуснее. Ну, в общем, уже как-то ориентируются в рамках этого бюджета, что купить и что из этого приготовить. А есть какие-то, ой, извини, есть какие-то, не знаю, проекты, которые направлены на обучение ребятишек, не знаю, мужскому кому-то делу, как правильно забить гвоздь, не знаю, вешалку установить, смесить или в конце концов. Это я хочу сказать, что на самом деле проблема не только для ребят из Центра помощи. Я, насколько понимаю, сейчас в школах уроки труда поотменяли, то есть если я, когда учился, мы там и стругали, и на токарном, и на трезерном станке работали, то сейчас этого ничего нету. И вот на мой взгляд, это вообще проблема большая. Почему? Потому что у меня, допустим, сын как-то изъявил желание столярным делом заняться, и я искал какие-нибудь кружки, и вот именно этому обучают. В Ангарске вообще не нашел. В Иркутске нашел, но он на лето почему-то закрывался на каникулы тоже. И вот именно с этим действительно проблема. Мне вот очень интересно, мы поговорили про то, что там постоянное количество меняется в ЦПД. Хотелось бы узнать, вот насколько много детей вообще забирают, и насколько много детей выпускается из ЦПД. По-разному бывает. Тех, кто помладше, их берут охотник. Тех, кто подстарше, им, конечно, уже тяжелее, редко берут. Самое страшное, когда берут семью, а потом возвращают. Такие случаи тоже бывают. Ну, представляете, какой это вообще удар по психике. А вот вы сопровождаете эти семьи? Вот вы наверняка там, не знаю, с этим ребятишками в кино ходите, знаете, когда они попадают в другую семью. Вы потом сопровождаете центром? Семье помогаете, как-то не знаю, советами? Центр как бы связь держит. Держит в основном не центр, в основном держит уже Министерство соцзащиты. То есть там определенное взаимодействие идет. Мы, как попечительский совет, уже вроде как доступа туда и не имеем. Но те, кто постарше, они там пишут в соцсети, да, то есть через соцсети контакт есть, с кем-то телефонами обмениваемся, то есть там мессенджеры пишут в аккаунтах, в соцсетях, то есть иногда такое общение. То есть иногда бывает, что кто-то пишет там, ой, здравствуйте, помните меня, я там вот туда-сюда потом выпустилась или в семью попала, да, там, и просто рассказывает. Ну, всегда приятно такую обратную связь получать. И приятно, что они помнят, пишут привет, там, передавайте. Кто-то же в другие города уезжает, там, по всей области, то есть даже иногда по всей стране. Еще сегодня мы с Вовей обсуждали законопроект, который вынесли на рассмотрение буквально недавно, да, не знаю, какую он будет историю иметь в будущем, примут ли его или нет. Вот как вы к этому законопроекту относитесь? По-другому еще называют его как четвертый или лишний. Да, есть такой законопроект, там получается ограничение в том, что в семье не может быть более трех детей, включая родных и приемных. И есть там еще один нюанс, это по площади. То есть на каждого члена семьи должно быть не менее 18 квадратов. То есть, во-первых, двухкомнатную квартиру, хрущевку, семья, даже втроем. То есть, если это менее 52 квадратов, то обычная вот семья, муж, жена, решили они усыновить ребенка, свою двушечку менее 52 квадратов, и все, они этого не смогут сделать, потому что должен быть 52 минимума. Вот, это раз. Теперь возвращаясь к количеству детей. Смотрите, ну, мое личное мнение, что не совсем правильно всех равнять под одну ребенку. Во-первых, есть семьи, которые могут себе позволить там 10 детей взять. И они могут это делать. И они берут и финансово, да, и так далее. То есть, почему им бить по рукам и не давать? Для детей это шанс попасть в семью. Я считаю, что это неправильно. Тем более, что когда министерство социоопеки, то есть, ну, социоопека устраивает детей в семью, там же идет довольно глубокая проверка и состояние здоровья приемных родителей, и финансовая обеспеченность и так далее. То есть, все равно в каждом случае индивидуальный подход. Соответственно, зачем вот это уравнивать, зачем там привязываться к количеству? Ну, если посмотреть на реакцию родителей, родителей приемных детей, да, в соцсетях и везде, то все, в принципе, против. Более того, понятно, что закон обратной силы не имеет, но самая первая была реакция. У тех, у кого уже более трех, они начали отвечать, что детей наших заберут. Понятно, что никто не заберет, но тем не менее, я считаю, что неправильный закон абсолютно, и ничего хорошего он в себе не несет. ребенку в любом случае лучше в семье. Там ссылаются, что якобы вот насилие, прием на семьях, еще что-то. Все мы смотрим телевизор там, читаем интернет и видим, что насилие бывает и в детдоме. И от этого, к сожалению, вам тоже никуда не деться. Будем надеяться, что ситуация немножко прояснится, к тому же сейчас там стали возникать определенные вопросы, и я надеюсь, что действительно будет все благоразумно. А у нас в гостях был Андрей Болгов. Поговорили о самом важном, о жизни, и обсудили также законопроект, и, следуя вашей логике, нельзя его принимать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова